Анатолий Семенов Анатолий Семенов Анатолий Семенов Анатолий Семенов Алексей, вам и вам, Светлана Ваша миссия в этом журнале Я специально не обозначал Потому что каждый из вас не с королей Не очень большая редакция Поэтому каждый из вас многостаночник Алексей, это вообще отдельная история Чем занимает Светочка вы? Я руководитель спецпроектов в нашем журнале Что значит спецпроекты? Я договариваюсь с нашими Контрагентами Контрагентами, да О встречах Мы ездим по губернии И это для нас Очень интересно всегда Потому что мы встречаемся с замечательными, интересными Достойными людьми И в общем-то И миссия наша, основная журнала Это рассказать о достижениях Успехах этих людей Руководителей, фермеров, учителей Все они добросовестно и честно Выполняют свою работу И мы хотим именно этот вот Позитивный посыл, который получаем от них Этот посыл как раз и Послать дальше Да, послать дальше Передать через наш журнал Нашим читателям, нашей аудитории Это вот для меня очень ценно в нашем журнале Вот Поэтому я с удовольствием работаю в нашем коллективе Коллектив у нас очень Такой Сработавшийся Позитивный И В общем, все отлично Все замечательно Все замечательно Мне очень нравится моя работа Слава Богу Значит, вопрос, Алексей Вот твоя роль на этом судне под названием Огромном корабле под названием Самара-губерния Роль очень простая Писать, писать и писать Кстати, вот насчет Алексея могу сказать Однажды я открываю номер очередной И Листаю Алексей Сергушкин Алексей Сергушкин Алексей Сергушкин Ну какая-то другая фамилия Например, там Анатолий Семен Потом Алексей Сергушкин Алексей Сергушкин Еще какая-то фамилия Опять Алексей Как этот человек успевает столько Это фантастика Это такой у нас Современный какой-то классик Отлично Ну и так Роль Ну вот о чем рассказала Светлана То, что мы ездим Но это ведь только полдела, съездить куда-то. Нужно потом все это написать, причем написать так, чтобы это было интересно другим людям. Ну вот, это моя миссия, можно сказать. Ну, а кроме этого? Вот как по штатному расписанию, как ты называешься? Ну, по штатному расписанию еще и веб-редактор журнала. То есть ты отвечаешь за представление изданий, изданий холдинга в интернет-пространстве, да? Да, соответственно, все, что у нас есть в журнале, нужно разместить на сайте. Причем желательно не откладывая. В долгий компьютер. В долгий ящик, да. Соответственно, нужно успеть и это сделать. Ну, отлично. Ну, я сознательно пока не дал слово Юлии Галочкиной, самой главной капитану этого корабля. Сейчас, наверное, мы покажем маленький такой рекламный ролик в честь 15-летия. И уже следующий кусок разговора, фрагмент разговора будет о празднике, в котором мы находимся до сих пор. Итак, смотрим рекламу. Итак, Юлия, ну, во-первых, коллектив, конечно, поздравляли и будем поздравлять. И находимся в этом пространстве 15-летия, такой большой юбилей. 15 лет за это время сгорело столько изданий, просто вот их уже забыли название. А они очень кичились там своими там тиражами и так далее. Вот как тебе удалось, ну, во-первых, как это произошло первоначально, да, вот как это все сложилось? Такой вот, такой проект большой. Ну, на самом деле, в конце 90-х вы, наверное, помните, что такая очень пасмурная была ситуация в стране. И было модно говорить «эта страна» с таким негативным оттенком. Говорили, что все плохо, вокруг одни бандиты. И чтобы какой-то позитив, какой-то свет в окошке, в средствах массовой информации такой изобразить, мы решили создать журнал, который бы рассказывал о людях достойных, о событиях интересных. Потому что это тоже есть. Но об этом тогда не модно было говорить. Да, в основном была тема такая черная, черно-желтая, скажем так даже. Но я вот просто показываю, Юлечка, пожалуйста, продолжайте говорить и комментировать. Вот я показываю на камеру два номера. Это вообще уникально. Они уже вот просто безумных, наверное, денег стоят для коллекционеров. Первый и второй номера журналов. Вот что, каким был этот старт? Потому что надо было привлечь каких-то неплохих журналистов, наверное, для освещения событий в губернии. Вот что делалось? Вот я, да, ну я вот могу дать, даже вам поддержать. Да, вы знаете, как к счастью, практически сразу с первых номеров нашего журнала с нами сотрудничают очень замечательные журналисты, фотографы. И мы очень счастливы, что лицом обложки стала всем известная глава города Отрадны, Нина Вишнякова, удивительная женщина. И Александра Буратаева, которая приезжала к нам в Самару, тоже согласилась стать лицом обложки. Очень интересный человек, вы по первому каналу можете ее помнить. И мы сразу, вот уже по первому номеру видно, что мы сразу стали ездить по районам. Потому что для нас главное рассказать не только то, что столица здесь у нас в Самаре происходит, но что происходит во всех уголках губерний. И как вы уже услышали, нас это очень вдохновляет, когда мы узнаем, сколько много всего замечательного, интересного, яркого происходит в губернии. И мы хотим об этом рассказать. Вот такая концепция у нас. Вопрос к Алексею. Учитывая объем того, что ты производишь, литературного материала, я немножко не понимал, я читаю, порой не понимаю. Ты об этом пишешь, ты о сельском хозяйстве, о политике. Вот не тяжело в себе совмещать все эти темы, порой одновременно практически? Нет, ну одновременно я стараюсь не совмещать. Все равно каждый отдельный материал требует своего внимания. И пока, например, у меня вот этот материал я не закончу, я стараюсь, да, к следующему не переходить. Не приступать. Потому что, естественно, нельзя разные темы совместить одновременно. Да, да, они во всех смыслах разные порой, да. А все-таки вот открой нам тайну, сегодня праздник большой, 15-летие, мы еще пока празднуем и празднуем. Какие темы твои самые любимые все-таки? Ты пишешь на любую тему, но все-таки, вот две любых. От чего восторг? Ну, в последнее время я очень много пишу про сельское хозяйство, как это ни странно, да. Ну, понимаете, там вот они люди какие-то чистые везде. Чем дальше вот мы от столицы уезжаем, тем вот они больше вдохновляют действительно. Вот с каждым человеком интересно, и каждая личность по-своему. И, ну, понимаете, всегда заряженные приезжаем. И, соответственно, да. Ну, одно только, одним предложением ответьте, поскольку вы знаете, это очень близко, Алексей, в условиях санкций, о которых сейчас только лениво, по-моему, не говорит, сможет наше сельское хозяйство родную страну прокормить? Это запросто. Все, вот, дамы и господа, вот устами Алексея глаголит истина, поэтому вот если какие-то проблемы будут, все к нему, и я вам подскажу адрес. Это шутка, конечно. У меня вопрос к Светлане. Сейчас мы посмотрим с вами все вместе фрагмент, ну, такое видео, фото и версия этого свежего, самого такого грандиозного проекта, который вот к этому номеру делался специально у нас, да, это «Игра в театр». Вы отвечаете за спецпроекты в Самаре-губернии. И тем более, если надо критиковать, покритикуйте. Вот понравился ли вам этот проект? Одновременно мы будем смотреть видео и фото, такие, так сказать, фрагменты этого проекта, создания этого проекта. Смотрим и комментируем. Хорошо? Итак, вот, Светлана, мы сейчас вас слушаем. Значит, тут могут помогать все, ну, кроме, ну, тех, кто в студии, конечно, у нас в данную минуту. Это он, насколько я понимаю, у нас Денис Евневич, знаменитый наш актер из Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. А вот видео под съемки, которое здесь, я просто всем сейчас этого человека сдам. Это наш главный редактор Юлия Галочкина. И когда ей вдруг надоест заниматься печатными СМИ, она, в принципе, у нее есть вторая уже работа. Она неплохой видеооператор. И то, что она сумела здесь снять, меня вполне устраивает. Вот, ну, очаровательная, конечно, пара. Кто вот с ним, с Евневича вместе здесь? Да, девушка, юный экономист, очень серьезный человек, который с цифрами целый день. И для нее попасть в театр, в эту атмосферу, было совершенно новой историей. А тем более попался такой харизматичный партнер. Да, кстати, пользуюсь большой любовью у женского населения. Любого возраста. Ну, кстати, внешность у этой... Настя ее зовут, да? Ксения. Ксения, да? У Ксении внешность-то вполне телевизионная. Вполне телевизионная. Опять же, если ей надоест то, чем она сейчас занимается, элементарно ей, по-моему, поработать на телевизоре. Мне кажется, любая женщина актриса в душе. Ну, все равно нет. Ну, в разной степени. Потому что, ну, это совершенно она просто вот как будто рождена для импровизации какой-то. Ну, и, конечно, Денис был в восторге от такой партнерши. Так вот, Света, вы отмалчиваете, пока мы молотим с Юлией Саниславовной. Вот как оцениваете этот проект? Вы из родственного, из того же холдинга, но из другого журнала. Да, у меня, конечно, больше с сельским хозяйством, с техникой, с IT-технологиями, с экологией мои проекты. Но этот проект очень замечательен тем, что мы все, самарцы, очень любим наш драматический театр. И познакомить наших читателей с новыми актерами и с новыми интересными образами нам показалось это интересно. Ну, я добавлю, как не только с новыми, там же и классики наши, те же Турчин, тот же Гальченко. Но все равно вам хотелось бы, может быть, нам следующий, так сказать, проект провести где-то в полях, вот другой такой театр, то есть креолины, костюмы, жабо и так далее в полях, где-то в лесах. А почему нет? Ну, возможно, у нас замечательная природа в губернии, мы всегда ездим, восторгаемся и просто останавливаемся и делаем фотографии, потому что невозможно не остановиться. Какие-то замечательные светлые озера, замечательные березовые рощи. И действительно, можно даже какой-то, может быть, в народном стиле проект сделать. Потому что, конечно, губерния красоты необычайная. Вот тут все говорят, а вот американцы у меня когда были, просто пищали от восторга. Я понимаю, что это... Прям генератор идей, вот все нам дали, теперь идей. Вот опять бесплатно у меня, совершенно бесплатно. Вот при вас миллионы-миллионы. Вот я сейчас сбросил, они это, конечно, будут использовать. Спасибо им за это, кстати. Значит, мы уже вот... Алексей, как вы считаете, на веб-страницах, наверное, можно разместить большее количество снимков, которые по этому проекту... Несколько, по-моему, тысяч было снято, может, несколько тысяч кадров, несколько тысяч фотографий. А в журнал вошли совсем большая их часть. Вот, может быть, какое-то такие приложения организовать там, тем более качество, они высочайшего. Ну, это ваша очередная гениальная идея. Нет, а войну? Ну, почему нет-то? Конечно, конечно, совершенно право. То есть, интернет, он как бы предполагает то, что... Более расширенное место. ...неограниченное пространство, да. Ну, последнее слово, вот, передаю слово Юлию Саниславовне, панель, а так тоже, как говорит Поляк. Ну, скажите, пожалуйста, а возможно такое? Не то, что возможно, это даже планируется, поскольку у нас есть раздел «Фотоальбом», куда мы выкладываем то, что не вошло в наши статьи. Ну, вот, все слышали, да? Потому что уже этот журнал пользуется его просто на расхват. Не только в драмтеатре, не только у наших коллег-журналистов других СМИ, но о нем все спрашивают уже. Друзья мои, давайте сейчас... Ну, очередной раз поздравляю вас. Целую вас, просто целую вас трепетно. И давайте посмотрим клип, который сделан у нас в честь 15-летия, журнал «Самара-губерния». И потом возвращаемся в студию, ну, может быть, немножко изменен в формате. Смотрим. Нам каждый день вердят с экрана, Что наша жизнь не удалась, Что наши жизни учатся гадать, На всем столичной отмечать. Замкнем, друзья, мы крепче руки, Не так привратно к нам судьба. Нам посвятить свои страницы Журнал «Самара и губерния». Самара и губерния Объединяя всех Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вопрос к Людмиле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот пару слов Ну мне бы сначала прежде хотел сказать вообще о проектах Почему мы именно эту тему взяли Тему проектов Потому что у нас очень много в Самарской области В Самаре интересных, талантливых, необычных женщин Которых никто не знает О которых никто не знает Хотелось бы о них рассказать Хотелось бы их показать Ну можно сказать в выгодном свете Можно сказать в необычном свете И поэтому родились такие проекты Как очарование ретро Где женщины значит погружались в эпоху Начала прошлого века В костюмы, макияж, прически Для них это было неожиданно Это было интересно И это смотрелось хорошо Вот А проект театральный? Да, давайте я вам расскажу А вот сейчас вот слово переходит к Ирине И мы наверное сейчас будем показывать Ладно, будем продолжать разговор на картинках Там есть и видеофрагменты Есть и, так сказать, фото Давайте смотрим И я буду задавать вопросы Итак, это у нас Владимир Сухов Наш драматический театр Вот, Ирина, поскольку вы непосредственно работали Каждый день на вот Сколько существовал проект Я надеюсь, у него будет продолжение Вот что вам? Потому что это впервые такое Расскажите Ну, во-первых, над проектом работало Четыре фотографа Работало два салона красоты Весь театр Костюмерная Все Гримеры Гримеры, да Было сконцентрировано Очень-очень много внимания Очень много энергии Очень много людей Которые вот Рождали этот проект Продюсеров Даже видео Вот я еще раз напоминаю Да, даже видео Видео это Юлия Галочкина То есть она у нас еще Видеооператором стала Невозможно было не снять Потому что такая была энергия Здесь между ними Такой контакт Интересный состоялся Итальянская история Да, да Сицилианская Даже скажем Несмотря на то, что Я задумалась как фотопроект Каждый такой номер Превращался в мини-спектакль Жалко, что вот не все Снято на видео Сейчас я жалею Что надо было, конечно Снимать это параллельно В большем объеме Изумительные актеры Драмтеатра У нас действительно Съемка превращалась В маленький спектакль Благодаря Изумительным совершенно актерам Мы теперь влюбились в каждого из них Будем ходить на спектакли А раньше не ходили? Ходили, теперь будем ходить На каждом спектакле Ясно Особенно наших любимых участников Ну, мы еще не сказали Вот с Юлей О том, что Этот конкретно Этот проект Рождался Первоначально Просто как костюмированный проект Женщинами То есть женщины Вот в костюмах Из театральных постановок Потом я решил, что Это вообще не мешает Добавить здесь мужчину Одетого соответственно Было много споров У нас было много споров Не стоит ли обыгрывать Какие-то определенные спектакли Но потом мы решили Что не стоит Ну, как бы не надо Заморачиваться слишком сильно Вот, кстати, родилась Такая вот Ну, некая игра Действительно игра Вот тут, конечно Спасибо за всем За Во-первых За прекрасное название И потом Давайте расскажите мне Ну, я не знаю Кому вопрос адресован будет Как родилась идея Стихи Вот это не мое Скажем Я писал их когда-то Идея стихов И кто это нам написал Для каждой страницы Для каждой пары Вопрос Первый проект Когда мы делали Очарование ретро Мы брали стихи Поэтов Серебряного века Когда сделали второй проект Очарование ретро Ну, там мы не привязывались К определенным датам Там 20-30-е годы Как было в первый раз Нам стало сложно Подобрать стихи Которые соответствовали бы Каждой героине Которые выражали бы ее И мы попросили написать стихи Наши замечательные поэтессы Это Диана Леонова Она не только поэтесса Она еще замечательный автор Исполнитель песен Такой очень известный На нашем губернском уровне Передача у вас Композитор Да, композитор она замечательный И, соответственно, нам так понравилось Как она это сделала Что мы решили в театральном проекте Продолжить эту традицию И опять нам Диана Леонова написала стихи Ильичка, вопрос к вам Вот вы, насколько я знаю Я навел справки Вы модель Кроме того, что красивая девушка Вы еще и модель Поэтому кому, как не вам Судить о том Как отработали девушки Вот участницы этого чудесного проекта Уникального Как они отработали Как они держались Как они выглядели Вот, пожалуйста, вам слово Девушки раскрылись Да? Девушки Сейчас девушке Ничего не понимаю Вот абсолютно В актерах, да В девушке Да, настолько раскрылись Но они были в руках Очень опытных Заслуженных артистов России Поэтому Девушки Вы выбирайте правильные руки Обращение ко всем девушкам Которые смотрят на шейфы Правильные руки Это первая Самая заповедь Это первая Готовили их так же Как и готовят Профессиональных актрис К спектаклю Костюмерный театр Была открыта Для них Все вот эти вот таинства Закрома театра Были просто обнаружены Нами В ходе съемок То есть это Не только сцена была предоставлена Мы ходили в такие места Ну давайте сейчас Немножко вы продолжаете говорить Мы сейчас начинаем Мы продолжаем смотреть Эти картинки Которые как бы Иллюстрируют наш этот проект Давайте смотрим И продолжаем беседовать Потому что действительно Нас пустил Вот руководство драмтеатра Конечно, огромное спасибо Еще раз Благодаря Анатолию Вячеславу Гвозкову И Анатолию Семенову И Валерию Гришко Вот это Это кстати работали еще За пределами Самого здания Вот Ира попала в кадр Вот работают наши Очаровательные фотохудожники Владимир Гарченко Был великолепен Да Люди остановились Фотографировались Там автографы брали Фотографировались Да Это еще когда Теплое время год Был конец сентября По-моему, начало октября Да Это самая первая Наша героиня Ну вот Король говорит Ну отстаньте от меня Отстаньте Своими автографами Не мешайте Не мешайте Мы тут Занимаемся важным делом И действительно Это Именно эта съемка У нас носит название Король и королева Да Вот поклонники Да Поклонников Порой бывало и больше И там свадьбы присоединялись Да Да Вот Людмила Снегирева К вам вопрос Да А то вы молчите Что-то у нас Как вы считаете В каком направлении Можно было бы Этот проект продолжить Ну вот мне понравилась Высказанная мысль Светланы О том, что Действительно У нас великолепная область Великолепные совершенно Просторы Красоты Красоты Замечательные И можно действительно Что-то из сельской жизни сделать Но вообще Много таких Интересных идей То есть Где бы можно было Женщину представить В каком-то интересном свете Потому что действительно Жизнь наша Заключается Работа, дом Да И когда человек Выходит из этого Пространства Куда-то вне То есть он получает Какую-то дополнительную Энергию Ну да Как бы из городского Пространства Нас выдерут Всех Да И то есть Ресурсы В общем-то Внутренние Как-то Довышаются А вот ты хулиган Такой Даже я попал в кадр Вот я там Изображаю Как бы Ревнивого мужа Изображаю Боже мой Говорю Как бы говорю я Король Король И вы что же Делаете с моей супругой Беда Беда В нашем королевстве Я Озвучиваю Да Да Нет Я не пропаду Драмтеатр Точно меня возьмут Конечно Родно Тем более Все театры Большие и малые Будут бороться Ирина А вот Как О У нас Еще один наш Заслуженный Гальщик Заслуженный Сейчас В кадре Белов Заслуженный Артист России Который Слава Богу Вернулся на большую сцену Дай ему Бог здоровья Это чудесно И этот проект Также об этом Возвестил О том Что снова 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 С нами Олег Белов Вот Заслуженный Опять же Артист России Турчин Наш Классик Вот здесь Он тоже Кто-то из Высоких Сануников Это русская Старина Он хорош Пародист Очень хорош Бизнес-леди Рядом Такие тоже Для них Когда они попали На сцену Они были Просто В восторге Владимир Сопрыкин Голливудские сцены Сцены из Голливуда Чудеса Это был спектакль Холливуд О, какая красавица Ну, чудно Нет, в общем, девчат Я всех нас, наверное, поздравляю Ну, особенно вас, наверное Кто занимался этим спецпроектом Нас с Юлей Да, потому что тоже мы Практически ни одного дня не пропускали Спектакль Хотел сказать спектакль Да, проект удался Несомненно И надо, конечно, его продолжать Надо его продолжать Потому что все уже Мне уже спрашивают А когда Когда будет продолжение Ира, когда будет продолжение Будет продолжение Обязательно Я сегодня Утром Пью чашечку кофе И думаю Почему все самое вкусное Так быстро заканчивается Я вспоминаю Когда говорю Вкусно Это слово Наш продюсер Использовал По отношению К этому проекту Это вот самый яркий эпитет Который был В нашей редакции Постоянно Это очень вкусный проект Это будет очень вкусный проект И вот я хочу сказать Что мы сварим еще не одно Кофе Вкусное Вкусное кофе Замечательно И капучино И латте И эспрессо И все что угодно Людочка вам Вот продолжите эту мысль Мы решили с вами Что на пленере Будет следующее продолжение Да А что еще может быть К этому добавлен На природе Да Наши красоты Да Красивые наши женщины Которые Никто не оспаривает Это Что мы могли бы еще привнести В продолжение этого проекта В продолжение этого проекта Да Ну Даже трудно сейчас сразу Сориентироваться Я думаю Что журнал требует Наполнение Какими-то еще Талантливыми Поэтами И писателями Ну вот К сожалению Не дам вам продолжить Потому что нам уже скоро Выходить из эфира Ну последнее слово Юлечка вам И будем прощаться Если вы хотите из эфира То я бы хотела попросить Помочь мне Иру Выйти из эфира Выйти Выйти из эфира Красиво Обычно вы дарите подарки А в этот раз мы хотим подарить подарок Поскольку Какая прелесть В феврале у нас грядет год Овцы По китайскому календарю Мы хотим в преддверии Его подарить это очарование Чтобы вы о нас Вспомнили Спасибо Он еще как ульминация Поет песни Да И чтобы Вы вот включили его И загадали желание И пока он произносит эту песню Я уже загадываю Я Анатолий Семенов Загадал желание Год начался Вот чтобы он для всех нас Для всех нас Был счастливым И для журнала Самара-губерния И для всех остальных Спасибо вам за внимание Вам спасибо За ваши творческие таланты Ура-ура С Новым годом До свидания Субтитры создавал DimaTorzok